Всем привет! В этом видео поговорим о том, что беспилотные грузовики появятся на российских дорогах уже в 2023 году. В 2023 году по новой федеральной трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург начнут курсировать первые российские беспилотные грузовики. О скором активном использовании автономного грузового транспорта на федеральных трассах сообщал замглавы Минтранса Кирилл Богданов в июне текущего года. Сейчас многим это кажется фантастичным, но внедрение беспилотных перевозок происходит активными темпами в развитых странах мира. Успешные проекты использования роботизированной техники есть уже в США, Великобритании и Нидерландах, которые уже несколько лет используют беспилотные грузовики для повышения объема перевозок грузов в морских портах и роста тем самым грузооборота. Для организации внедрения беспилотного транспорта в России в этом году государственная компания Автодор заключила контракты со всеми ведущими российскими мобильными операторами для обустройства федеральных трасс необходимым телекоммуникационным оборудованием и инфраструктурой для устойчивой связи на дорогах. Примечательно, что речь идет о внедрении по всей длине трассы интернета на скоростях 5G. Дело в том, что применение 4G или LTE-инфраструктуры непригодно для использования беспилотного транспорта в связи с существующими задержками в передаче данных и потере пакетов. Нет никаких сомнений, что следующей трассой для использования беспилотно-грузовых автомобилей станет новая автомагистраль М12 Москва-Казань-Екатеринбург-Челябинск. Вообще же, Министерство транспорта России планирует внедрить инфраструктуру 5G на 20 тысяч километрах федеральных трасс. Стоит отметить, что к настоящему времени МТС успешно протестировала скорость и устойчивость связи в отдельных районах Москвы, а компания Мегафон внедряет 5G-интернет в Санкт-Петербурге. В ближайшее время начнется активная работа по установке необходимой инфраструктуры для организации связи нового поколения в центральных районах двух столиц. Если же говорить о самих беспилотниках, то в России их разработкой и испытанием уже несколько лет занимается концерн КАМАЗ. К примеру, еще два года назад данный производитель представил беспилотник КАМАЗ-4308. Минтранс рассчитывает, что запуск беспилотников сделает движение более безопасным ввиду полного соблюдения правил дорожного движения автономным грузовым транспортом. Планируется, что аварийность на федеральных трассах вследствие этого снизится на 20%. При этом средняя скорость движения повысится на 25%, а расходы перевозчиков, напротив, сократятся на 15%. Продолжение следует... Продолжение следует...